С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 14 октября. Международный день стандартизации, международный день борьбы за ликвидацию нищеты. У родившихся в этот день. 1912 год в этот мир приходит Лев Гумилёв, этнограф, историк и философ, сын поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. А в 1927 году рождается Роджер Мур. Британский актер, киносценарист, продюсер. Наиболее известен как первый исполнитель роли Джеймса Бонда. Он снимается в картинах «Шпион, который меня любил», «В поисках приключений», «Только для твоих глаз», «Человек с золотым пистолетом», «Принцесса на Рождество» и других. В 1934 году родился Михаил Казаков. Актер и режиссер, народный артист России. Работал в московских театрах Маяковского, «Современники», театре «На Малой Бронной» и других. Фильмы «Девять дней одного года», «Человек-амфибия», «Соломенная шляпка», «Покровские ворота». Ну и, конечно же, мы помним, что он режиссер этих самых «Покровских ворот». В 1946 году родился Павел Чухрай. Советский российский кинорежиссер, сценарист, актер, оператор, народный артист России. А в 1963 году родился Валентин Юдашкин, российский модельер. Ну а теперь некоторые события этого дня. 1851 год. В Англии основано информационное агентство Reuters. Предприниматель и журналист Пол Джулиус Рейтер открыл первый офис будущего информационного агентства для того, чтобы передавать из английской столицы биржевые новости в Париж с помощью нового телеграфного кабеля. До этого предприниматель передавал биржевые сводки между Лондоном и Брюсселем «Почтовыми голубями». 1860 год. Опера Михаила Глинки «Жизнь за царя» открыт Мариинский театр. Он назван, кстати, в честь супруги Александра II императрицы Марии Александровны. В первые годы в нем шли попеременно драматические и оперные спектакли. 1884 год. Джордж Истман патентует фотопленку. Первая выпускалась в виде пластин, а выпуск катушечной меньшего формата начинается через полтора года. Правда, массовое распространение пленочной фотографии началось спустя четыре года, когда компания Истмана представила камеру с пленкой на 100 кадров по цене 25 долларов. 1905 год. В Париже основана Международная авиационная федерация. Идея об ее образовании была выдвинута в июне во время Олимпийского конгресса в Брюсселе представителями Франции, Германии и Бельгии. 12 октября в Париже созвана Международная конференция аэронавтов. И спустя два дня делегаты из Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии и США и Швейцарии с Францией устав новой организации утвердили. Ее первым президентом был избран принц Ролан в Бонапарт, Франция. 1926 год. В Лондоне опубликована книга Алана Милла «Винни-Пух». Известный юморист и драматург начинает сочинять ее после того, как 21 августа 1921 года подарил своему сыну Кристоферу Робину на день рождения, набитого опилками медвежонка. Одна глава появилась в газете в канун Рождества 1925 года, но за праздничной суетой на нее никто не обратил внимания. Спустя два года появилась книга «Дом на пуховой опушке». Приключения Винни и Кристофера Робина стали любимым чтением многих поколений детей. Они переведены на 25 языков, в том числе на латынь. Изданы десятками миллионов экземпляров. В 1958 году английскую детскую энциклопедию просматривал Борис Захадер. Это была любовь с первого взгляда. Я увидел изображение симпатичного медвежонка, прочитал несколько стихотворных цитат и бросился искать книжку. 1947 год. Американский летчик-капитан Чарльз Йегер в первом мире преодолел звуковой барьер на самолете Х-1. Самолет был сконструирован исключительно для исследовательских целей. Он не мог самостоятельно взлететь из-за хрупкой конструкции и в рекордный полет отправился подвешенным к бомбардировщику, от которого был отстыкован на высоте 7600 метров, чтобы летчик мог включить ракетный двигатель уже в воздухе. Из-за секретности эксперимента сообщение о достижении было сделано только в июле следующего года. 1994 на экраны США выходит фильм Тарантино «Криминальное чтиво». На Каннском кинофестивале картина заберет золотую пальмовую ветвь. В криминально-комедийном боевике блистали Джон Траволта, Сэмюэль Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман, Вин Креймс, Квентин Тарантино. При бюджете всего 8 миллионов, в мировом прокате блокбастер собирает 213. В этот же день шотландка Фиона Кэмпбелл стала первой женщиной, которая совершила кругосветное путешествие пешком. В 1983-м она задумала пересечь пешком Великобританию. Потратив на это 49 дней она решила, что останавливаться не стоит. В течение 11 лет она преодолела в общей сложности 31 519 километров по дорогам пяти континентов. Для осуществления своей мечты она избрала оригинальный метод – разбила весь путь на этапы, завершив очередной, возвращалась на родину для отдыха, потом вновь бралась за дело. В 1997-й вермитаже вновь выставлена картина Рембрандта «Даная», которая 12 лет находилась на реставрации после того, как психически неуравновешенный посетитель облил ее кислотой. Ну и последнее. 1843 год. В Потсдаме премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Ничего необычного в этом, может быть, и не было. Шекспира и ранее весьма охотно ставили. Единственное отличие от других премьер – музыку к спектаклю написал 34-летний композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди, которого современники называли просто Феликсом Мендельсоном. Именно в этот день в спектакле впервые прозвучал, да-да, свадебный марш, который знаком, пожалуй, всем женихам и невестам мира. Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона был использован во время венчания Доры Тикарию и Тома Даниэла в церкви святого Питера в Тивертоне в Великобритании. 2 июня 1847 года. Однако широкую популярность этот марш приобретает через 15 лет. После исполнения его 25 января 1858 года на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории. Марш обессмертил имя Мендельсона, и сегодня практически ни одно бракосочетание не обходится без торжественного звучания его мелодии. А само словосочетание «свадебный марш» заставляет многих довольно удачно идти по жизни вместе, причем в ногу. С вами был Николай Певненко в проекте Дата.